Здравствуйте, Юрий. Знаете, с чего начну? Очень многие эксперты говорят, что сегодня и события в Афганистане, и много других событий, события в Украине и в Сирии показывают кризис мировых спецслужб, ну то есть очень серьезную требование серьезной перезагрузки. Вот согласны вы с этим или нет? Абсолютно. Ну у меня такое впечатление, что кризис он не прекращался никогда. Кризис он среди спецслужб, он существовал практически у многих с момента их основания. И реноме или репутация многих из ведущих спецслужб мира, это фактически дутая репутация, построенная в значительной степени на фильмах. Ну смотрите, так быстренько. Великая Британия. Джеймс Бонда у них, Лоуренс Равийский вообще считается, в западном мире считается самая продвинутая в отношении Советского Союза и постсоветского пространства спецслужба. Секретная служба Ее Величества. Самый известный эффективный шпион в ней, которого называют Сидней Рейли, он так известен. На самом деле его настоящая фамилия Зигмут Розенбрюм. Это наш парень из Одессы, который до революции оттуда уехал, потом пути его неизбенно привели в Лондон. И в результате он стал Сидней Рейли. Ну Лоуренс Равийский, это вообще другая история. У Британии в разведке было величайшее достижение во время Второй мировой войны. Они получили эту энигму, они расшифровали и они получали эти документы, которые немцы на фронте, генштаб и так далее распространяли. Это прорыв был. Они знали больше, чем все остальные спецслужбы вместе взятые. Но после Второй мировой войны все рухнуло, потому что там был агент КГБ Кинг Филби и там был еще Джонж Блэйк, которые рассказывали о всех агентах, которые забрасывали на территорию Советского Союза. То есть после Второй мировой войны это крупнейший провал британской разведки. Потом они же провалили Пеньковского, который сам к ним пришел. Это суперагент, это бриллиант в короне, мог бы быть. Они его провалили по причине чисто профессиональной. У них с наружным наблюдением оказалось плохо в Москве. А в 90-е годы, когда спецслужбы Российской Федерации лежали вообще ниже Плинтуса в связи с развалом страны, КГБ и так далее, они такого натворили в Москве, что один ужас. ЦРУ с момента своего основания влетела в проблему моментально, потому что они никогда не занимались агентурной разведкой, а их консультировал тот самый Ким Филби, который был агентом КГБ. И когда один из толпов ЦРУ Джеймс Джизус Энглтон узнал, что Филби агент КГБ, он сошел с ума. И таким образом заблокировал работу ЦРУ до конца своего срока, лет 10 продолжалось. То есть от этого удара агентурная разведка ЦРУ никогда и не в полной мере не восстановилась. Они переключились на электронную разведку, на спутники и так далее, но не на агентуру. Что касается внешней разведки КГБ, то ее звездный час был тогда, когда идеи коммунизма пользовались в мире большой поддержкой. Это значит покануне Второй мировой войны, во время Второй мировой войны, где они навербовали сотни людей в Вашингтоне и даже в офисе министра финансов Моргентрау. Не было такого дня, чтобы у него в офисе не встретились два агента КГБ одновременно, если такое количество их было. Но потом, когда произошло, то есть вот они уперли атомную бомбу, я имею в виду внешняя разведка КГБ величайшее достижение, хотя не совсем их. Это не они, сколько уперли, сколько им принесли. Но тем не менее, то есть в агентурной разведке по идее, я так считаю, что КГБ, внешняя разведка была одной из самых продвинутых. Ну и потом это все рухнуло вместе с Советским Союзом. Ну вот как прям сегодняшний день, я хотела с вами рассмотреть чуть подробнее афганский кейс и задать вам вопрос. Всегда ли речь идет только о профессиональных ошибках? Потому что такое ощущение, мне мой приятель, который часто бывал по работе в Афганистане, рассказывал, что там военная часть могла соседствовать буквально в 100 метрах, стоять от какой-нибудь завода, купленного у итальянца, фарм, который обогащает героин. И все это как-то сосуществовало вместе. Они все вместе делали вид, что они строят новую республику, что они создают войска и так далее. И речь шла о больших, когда я услышала о каких суммах идет речь, я подумала, а может быть и не все участвовали в этом. Ну то есть в этом деревне, в этой коррупции. И потому, когда только кто-то там пальцем вот так вот ткнул, да, в данном случае Талибан, все это рассыпалось просто как карточный домик. Или это просто такие наивные мои представления. Что касается Афганистана, значит, ну перед ними поставили бредовую идею построения современного государства, демократии. Поставил президент Буш, младший. Человек, не обезображенный интеллектом, как у нас шутили, когда он был президентом. Да, так вот, поставил совершенно бредовую задачу страна, там царят родоплеменные отношения, какая демократия. То есть туда надо было прийти, нанести удар по этим террористам и быстренько оттуда уйти. Как это сделал папа Буш с этим самым, с Ираком. А здесь решили строить бредовая идея, строить государство. Ну и достроились. А там такая ситуация, наверное, вам рассказывал, ваш знакомый. Родоплеменные отношения, коррупция. Все держалось на американских деньгах. У меня был знакомый, который там был. Он рассказывал, на его глазах разгружали палетку с кэшем. Доллары, стадолларовые бумажки палетом. Когда поставили в кузов этого военного автомобиля, он прямо аж так вот чуть ли не перекосило. Ну и такая ситуация была, чем больше давали денег, тем больше все прогнивало. То есть вот и что делать спецслужбам в этой ситуации? То есть они работали в рамках бредовой идеи. И поставленная задача не имела никаких шансов на осуществление. Ну, надо сказать, что так, я данным должное. Все-таки они правильно сказали, близко к правильному, по поводу той ситуации, которая сложится, если американцы выведут свои войска. Это было уже политическое решение Байдена, что надо оттуда уходить быстро. Ну, это привело вот к хаосу, как вы видели. А если бы не ушли быстро, почему нужно было выходить быстро, скажите? А если бы не ушли быстро, а ушли планово действительно? Разве было бы не лучше? Разве не погибло бы меньше людей? Разве не оставлено было там столько денег, столько оружия? Смотрите, свинью Байдену подставил еще Трамп. Поскольку в три последних месяца, буквально накануне выборов, видимо, он чувствовал, что с выборами будет плохо, он назначил временным, исполняющим обязанности министра обороны, одного генерала боевого. Там еще троицу двух дал ему помощника. Короче говоря, таким образом он поставил под контроль Пентагон, вывел его на прямое подчинение себе. И вот этот исполняющий обязанности министра обороны поехал в Афганистан, встретился с президентом Гани и ему сказал, давайте сделаем так. Мы скажем по Талибану, что мы вас больше не поддерживаем, а это даст и Талибан, значит, придет к власти, но это даст вам возможность вступить с ними в переговоры о становлении мира в стране и так далее. И вот тогда, значит, сказали, с подачи по указанию Трампа, Талибану этот министр сказал, что ребята, мы не против того, чтобы вы захватили власть. А власть, услышав о том, что американцы ее бросают, прогнившие от коррупции страны, вот тогда вся власть и кончилась, как только не услышали, что американцы их бросают. Поэтому выводить так или сяк, конечно, надо было сначала вывести своих союзников, надо отдать должное. Американцы вывели вот эти все более 120 тысяч людей, это были союзники, афганцы были, которые помогали. Вот когда советские войска выводили из Афганистана, всю агентуру оставили там на погибель. Даже я помню, у нас случай был, когда обращались, хороший был агент, хорошо работал, попросили у начальника разведки эвакуировать с семьей. Начальник разведки сказал, нет, ребята, мы агентуру наберем для того, чтобы она работала там, где находится. Мы их вывозить не будем, и все, им крышка настала. Здесь же вывели, но надо было сначала выводить планово всех этих людей, а потом уже вывести войска и так далее. Сделали наоборот, спешили. Это ошибка Белого дома, безусловно. Можно вспоминать десятки дел, больших, которые не раскрыты за последние, были 20-летия, последние. И дело Литвиненко, и дело Скрипалей, и многое другое. И хочется спросить, ну вот, знаете, такой наивный женский вопрос, а спецслужбы какой страны вы оцениваете высоко, да, и не является ли действительно мифологией, это там суперразведка Америки, Израиля, МИШЭС, там и так далее. И как вы оцениваете украинские спецслужбы? Ну, давайте возьмем в контексте прямо дела Вагнеровца. Ну, это сложный вопрос, потому что разведки бывают разные. Есть агентурная, это человеческая или хьюман, хьюман, металлическая, как ее называют. Это агентурная разведка. Есть электронная разведка, но ЦРО они занимаются всем. Чем меньше они занимаются агентурными, тем больше они занимаются электронными. И там у них, конечно, есть большие... Успехи. Да, большие успехи, но разница, грубо говоря, в следующем. При помощи электронной разведки можно определить, сколько ракет и где расположены в стране противников. Но только агентурная разведка может определить, если будут эти ракеты запущены, а если запущены, то когда. То есть для этого надо проникнуть в головы руководителей государства. Это может сделать только агентурная разведка. То есть если мы будем говорить с точки зрения... То есть электронная разведка, безусловно, там американцы, англичане, это лидеры. Что касается агентурной разведки, после окончания Холодной войны она фактически была разгроблена. То есть ЦРО, особенно на советском направлении, было фактически разгроблено. Своей администрацией. Клинтон там посадил смешного местного адвоката Джима Мулси, которого он на порог на Белый дом не пускал. То есть он вообще не хотел слушать что-то, ЦРО думает и так далее. ФБР тоже почистили, их всех перенаправили на борьбу с мифической русской мафией на Брайтон-Бич. Великая мафия, которая занималась разбавлением бензина водой. Вот вся их мафиозная работа была. А вот что касается контрразведывательного подразделения, его практически разогнали. То есть практически до 2014 года, вы знаете почему, разведка Соединенных Штатов против бывшего Советского Союза была, едва дышала. Российская спецслужба находится в плачевном состоянии. Потому что это прежде всего корпорация по зарабатыванию денег. И прежде всего преступными методами и средствами. То есть где-то в 97-98, кстати, когда Путин был директором ФСБ. ФСБ взяло на себя функции организованной преступной группировки. Государственный орган стал организованной преступной группировкой, опирающейся на всю мощь государственного аппарата. Я скажу так, если спецслужба занимается бизнесом, все, как спецслужба, она прекращает свое существование. Юрий, я, извините, что я перебиваю, но разве так случилось не со всеми спецслужбами постсоветских стран? Мне кажется, бизнесом, вот республики все развалили, да, Советский Союз развалился. И бывшие КГБ, они все, наверное, наиболее оперативно впрыгнули в бизнес, это КГБшники и комсомольцы. Они знали, как устроено государство, они знали, где что лежит. И они начали просто там кошмарить бизнес, еще кого-то. Они понимали, где есть деньги и как незамысловато и очень быстро можно зарабатывать. То есть они фактически заменили бандитов, какое-то короткое время бандиты крошевали эти бизнеса, а потом, так сказать, на смену пришли дядьки в дорогих костюмах, которые днем сидели у себя в кабинетах, по вечерам сидели в дорогих ресторанах, понимаете, и с дорогими женщинами пониженной социальной ответственности. Поэтому, мне кажется, это случилось со всеми спецслужбами республики, не только с Россией. Да, абсолютно, потому что это был Комитет государственной безопасности, правильно? По всей стране, по всем республикам. И я тогда там был, и я это видел. И наш отдел, где я работал, был, так сказать, на острие всего этого. Мы создавали совместные предприятия, банки, через которые потом пошло так называемое золото партии. Причем, что интересно, августовский путь с 91-го года рухнул, с ним практически Советский Союз уже рухнул в конце августа 91-го года. Украина-независимость, уже Ельцин там, на танке, новая власть. А в это время КГБ через свой банк, который они накануне организовали, тихо выводят на Запад примерно миллиард долларов. А через какие банки они выводили деньги? Они создали такой, вот головной был такой банк, сейчас он Всероссийский биржевой банк, вот такой был. Они его создали буквально за три месяца до августовского пуча. А програли буквально в течение 4-5 месяцев после того, как он рухнул. Ну вот, потом был там такой один полковник, работал в нашем же отделе, у него кабинет был через две комнаты от меня. Знаменитейшая личность, которая вообще руководила, он вообще всю эту систему вывоза так называемого золота партии придумал, обсудил, утвердили в ЦК его и так далее. Потом он пропал где-то на просторах, на пути из Москвы в Израиль или из Израиля в Женеву, где-то там. К этому делу была подключена организованная преступность, большую роль играл ценный агент первого главного управления КГБ Семен Могилевич, уроженец Киева, знакомый многим по рассказам и так далее. Он же, то есть первое главное, вот это уже СВР было, через него. Я читала несколько заседаний Американского Сената, посвященных Семену Могилевичу, любопытнейшая стенограмма, должна сказать, да? Да, да, да. Черное оружие, наркотики и прочее, прочее. Абсолютно, и это ценный агент службы внешней разведки. Он же бизнес-партнер был у вас председатель СБУ в начале 2000-х годов, который был бизнес-партнером Семен Могилевич. Вот, да, понимаете, идея была, то есть все началось, Крючков дал указание, это был, по-моему, 89-й год, 89-й, когда поступило указание. Ребята, сейчас у нас главная задача, мы делаем бизнес, то есть было принято решение создавать бизнес-империю КГБ. На следующий день разведка и контрразведка прекратилась, потому что приходишь ты на работу, звонок, начальник вызывает, как там у нас дела с созданием совместного предприятия с американцами. Все, какая разведка, забыли. Тогда страну можно было брать голыми руками, понимаете? Но потом, потом уже пошло. Дальше и дальше. Я не могу не задать вам логичный вопрос, а правились ли вот эти все спецслужбы постсоветские от своей коммерческой деятельности, встали ли они на ноги или, собственно, ничего, они продолжают так же лежать и точно так же опекать бизнес каждый в своей стране и точно так же зарабатывать? Потому что я вам скажу, что, по моим наблюдениям, топ-менеджеры спецслужб, извините уж за такое определение, они все достаточно богатые люди сегодня, действующих, прошлых и так далее. Они же где-то берут эти деньги. Конечно. Нет, все продолжается, потому что для спецслужбы занятие бизнесом – это как на иглу сесть своего. То есть слезть с нее уже практически невозможно. Ну, вот взять тоже ФСБ, допустим, эти же люди миллиардами ворочаются. Это компания, которой оборот, ее можно сравнить с крупной западной IT-компанией. Когда им заниматься разведкой? Какая контрразведка? О чем вы говорите? Вот. То же самое происходит на просторах Украины. Ну, правда, в меньших масштабах, потому что экономика меньше, возможности меньше, и все как бы так на виду. Люди узнают. Попадают. Вот как эта история была после революции. Подождите, подождите, подождите. Когда же это было? Ну, да, гидности. Когда это уже должен быть был обновленный СБУ, да? После того, как Янукович бежал. Ну, и только возник обновленный СБУ, как тут же его представитель поехал в Днепропетровск, собрал там местных бизнесменов и сказал, теперь, ребята, вы несете ко мне, я теперь ваш. А кто был этот человек? Я не помню его фамилию уже. Не помню. Ну, у вас об этом говорили. Говорили, писали об этом. Ну, вот так вот. Я посмотрю публикации того времени. Поверьте, посмотрите, да. То есть, хорошо, тогда какую роль играют сегодня спецслужбы, если дела плохи у всех, мы видим. Мы видим, что большие дела остаются нераскрытыми. И вообще практически во всех странах. Мы видим, что огромный интерес к коммерции. Мы видим огромный интерес к транснациональным каким-то компаниям и сотрудничества с ними. А чем тогда, вот если серьезно, да, а чем тогда же они сегодня занимаются на самом деле? Ну, кроме бизнеса. Они просто являются такой фасадной потемкинской частью государства или все же чем-то отчасти все-таки что-то делают? Это даже не потемкинская часть, потому что потемкинская это что такое безвредная, да? Это вредная, потому что государственной безопасностью они не занимаются. У них нет просто для этого физическое время. Вот возьмите вы, допустим, прекрасный пример, потому что они говорят об этом публично, ФСБ. Я не помню ни одного дела, которое попадало в печать, которое действительно... Дело о шпионаже государственной измене, сейчас вот они опять затеяли очередное дело о госизмене. Я не помню ни одного дела, которое попадало бы под стандарты госизменной. Знаете, где были бы доказательства и так далее. То есть они занимаются наркотиками, отмыванием бизнеса, рэкетом, они управляют своими миллиардами. А в конце года они рапортуют, что за прошлый год мы раскрыли более 400 агентов и сотрудников иностранных спецслужб. Вот эта цифра 400, она показывает, что они ничего там не делают. Они даже не знают, сколько примерно может таких агентов быть, потому что в Советском Союзе КГБ раскрывал 2, 3, 4. Теперь они рапортуют 400. Они даже не понимают, что это звучит смешно, понимаете? Вот. Поэтому с точки зрения безопасности эта организация не то, что никакая, нейтральная. Она вредная, потому что люди надеются, даже может быть какие-то романтики в правительстве надеются. Вот у меня есть ФСБ, и вот если там враг что-то задумает, меня тут же предупредят. Ничего не предупредят, абсолютно. То есть надежды на них, что они спасут, помогут в плане национальной безопасности. Не дай бог придет беда, эти ребята не предупредят. Они просто, у них квалификации для этого нет, понимаете? Поэтому единственное решение из них, во-первых, их надо абсолютно отстранить от бизнеса, их надо убрать из экономики. Вот скажем, допустим, в Соединенных Штатах Америки они не занимаются, они не курируют целые отрасли экономики, как в России, допустим. Они занимаются только федеральные преступления, то есть те, которые являются преступлениями тяжкими по федеральным законам, где надо расследовать через несколько штатов. Опять-таки, то есть они расследуют конкретные преступления, но не курируют отрасли экономики, где возникает проблема коррупции. Тебя несут, чтобы ты правильно курировал, то есть надо убрать совершенно от кормушки. Но поскольку сейчас это все прогнило абсолютно, то надо радикальные меры. А радикальные меры такие, они разрослись до неприличия, их надо сокращать. Вот у меня был период такой, это было в 90-е, в конце 90-х, в 2000-х, когда я считал МОСАД самой эффективной организацией. Одна из причин, почему. Потому что вот у нас в ПГУ был второй отдел, который занимался Латинской Америкой. Там они рядом с нами были, на одном этаже. Там только в центре работало, ну, человек 50, наверное. И в резидентурах не меньше работало. То есть сотни. В МОСАДе Латинская Америка занималась два человека. Я вам точно могу сказать, что они занимались делом. И эффективность у них была гораздо выше, чем у этих сотни. Реальная эффективность. Не на бумаге. Так часто бывает. Маленькие организации более мобильные, более прозрачные. Всегда легче проверить, кто там работает, кто нет и так далее. Да. То есть надо вешать амбарный замок и начинать сначала. Всегда ли спецслужбы, вопрос в том, там работают плохо, потому что это профессиональные ошибки. Может быть, это еще бизнес, может быть, это еще коммерция, может быть, это стремление к своему правительству пыль в глаза опустить и многое другое. Я приведу примеры своей собственной практики. Когда меня послали в Вашингтон в резидентуру в середине 80-х, мое главное задание и всех моих коллег было не просмотреть подготовку Пентагона к внезапному ракетно-ядерному нападению США на Советский Союз. Представляете, какая задача крышу сносила. Но потом, узнав постепенно всего этого подноготную, я понял, что это придуманное задание. Такой опасности фактически не существовало. Она была придумана, вот эта опасность внезапного нападения, сокращенно назвали вариант, проблема. Она была придумана Юрием Андроповым и министром обороны Устиновым для внутриполитической борьбы за наследство Брежнева. Там же Политбюро было, вы помните, да? Им надо было напугать других членов Политбюро, вот они придумали эту угрозу. Но когда существует угроза внезапного нападения, кто самый главный в Советском Союзе? Четверт КГБ, министр обороны и все. Остальные старики Политбюро дрожат от страха, а это вот спасители нации, понимаете? А разведка она такова, что если поставили тебе задание, ты должен найти ответ. То есть ты воспринимаешь, что там умные люди в Москве, они точно знают, что готовятся до нападения. Если ты его не видишь, значит что-то с тобой, какая-то проблема. А подтверждающие варианты всегда можно найти. И вот так вот работали. То есть они поставили фейковое задание, им по их фейковому заданию поставляли информацию, которая подтверждала это фейковое задание. В результате страна втянулась в гонку вооружений, цены на нефть в это время упали, и все рухнуло. Вот вам роль разведки. Как ему удалось 20 лет оставаться у власти? Путин трус, профессионал. Он не стреляет по машине со стороны водителя. Кучма был сбешен. Он давал указания своим правоохранителям. Путин просто его сделал банкротом. Он в это время готовил себе очень интенсивно запасной аэродром. И этот аэродром был не в России. Поскольку вы такой известный еще эксперт по Украине и хорошо знаете наши события, следите за ними, я хочу вам по украинским событиям несколько вопросов задать. Ну, во-первых, дело вагнердства, конечно, но до дела хочу обсудить с вами все-таки Крым. Поскольку я писала книгу об аннексии Крыма, просто хронологию час за часом, и эта книга вызвала у тех людей, которые были в топе во время этих событий, большое сопротивление, потому что моя позиция была такая, что даже хлопушку не взорвали для того, чтобы защитить Крым, и Крым можно было защищать. Я говорила с офицерами, я говорила с людьми, которые тогда были в правительстве Крыма, я говорила с простыми крымчанами, и больше стая интервью провела. Я хочу вас спросить как спецапа этим вопросом. Как вы считаете, Крым можно было не отдать? Была такая возможность? Нет, возможность была. Проблема, почему я считаю, почему его отдали? Потому что в Украине тогда был период безвластия. Это реально был период безвластия. Что я имею в виду? То есть там формально был какой-то триумберат, какое-то количество людей, которые взяли на себя якобы ответственность. Но армия, вооруженные силы и СБУ, допустим, спецназ, это фактически военные организации. Им нужен приказ. И вот насколько я следил, может не так, как вы... Никто не было, да, приказ никто не знал. Не было, все, все. А вот почему не было? А вот почему не было? Что за этим может стоять? Ну ведь протокол понятен. Не знаешь, как поступить? Во-первых, люди, которые пришли к власти, это уже не совсем же, там, я не знаю, садовники, дворники и так далее. Многие из них уже были во власти. Но ведь, там, я не знаю, Арсен Аваков был во власти, Турчинов был во власти. По крайней мере, они были политиками. И они были допущены. Скажем, Турчинов возглавлял СБУ до этого. Но это же не просто так, да? Или были какие-то еще причины? Вот что-нибудь знаете об этом? Я каждый раз им учительно задаю вопрос, да? То есть, можно было просто подогнать там четыре танка и расстрелять этот Кабмин. Там же не было ни одного заложника. Да, просто не было. Вот ваша интуиция, ваше ощущение. Почему я понимаю? Ощущение такое, что, с одной стороны, нужен был человек, который мог бы взять на себя ответственность и дать такое указание. Но тогда такая ситуация была, что, типа, они там коллективы были, как бы коллективные органы. Помимо того, чтобы взять на себя ответственность, этот человек должен был еще убедить остальных или послать их лесом и сказать, командую я, и вот я даю такое указание. Он должен был взять на себя функции главнокомандующего, вот так вот, по закону, по-хорошему, и тогда отдавать этот приказ. То ли не хватило смелости, мужества, ответственности. Это одно. А второе, есть у меня такое подозрение, что там были связи и с Российской Федерацией. Поэтому было бы как-то так, я вот скажу, наверное, были настроения хорошо, чтобы у нас было все, и нам за это ничего не было. Вот где-то так, наверное, тоже это сквозило. То есть это предательство в перемешку с отсутствием патриотизма, мужества, чувства ответственности. А как вы думаете? Был бы приказ, был бы приказ, Крым бы был в составе Украины, бы сейчас. А как вы думаете, вот иногда они говорят, когда с ними говоришь в кулуарах об этом, они говорят, что, ну вот если бы мы начали сопротивляться, Путин бы начал большую войну. Начал бы Путин в это время большую войну или нет? Нет, не начал бы. Он и сейчас не может. Путин трус по своему определению. И он не может себе позволить войну, в которой прольется много крови, в которой будет нанесен неприемлемый ущерб для Российской Федерации. У них на самом деле режим очень слаб. То есть коррупционный режим, он не может быть силен. И он может рухнуть вот сейчас, когда пойдут груз 200 в количестве тысячи, двух, трех. И это будет видно. Почему он воюет через вот этот генетический мусор в виде наемников? Потому что гибели наемников их незаметно, никто не видит. А тогда в Крыму зеленые человечки, это были реальные служащие. Реальные служащие. И вот если бы они стали стрелять, то я думаю, операция была бы свернута очень быстро. А украинским военным нужна, нужен был приказ, потому что, ну, у меня отец служил во военстве Советского Союза, был врач. Значительная часть времени его часть находилась на территории Украины. И там были украинцы, русские, евреи, кого только не было. Многие из них еще Вторую мировую войну прошли в свое время. Это было как братство, скажем так, да? И в Крыму накануне событий 14-го года там же стояла украинская часть, стояла российская часть, они общались, горилку или водку пили по субботам там, по пятницам и так далее. И вот на следующий день, на следующий день, да, вот это все разгорается, и вот украинский офицер, если я представляю, он должен взять автомат, ему целить на того, с кем он вчера еще песни там пел, под гармошку, да? То есть ему нужен был приказ, а приказа нет. И они просят, дайте нам приказ. А его нету день, два, три. И что они должны думать? Они должны думать, что нету власти. А что должен офицер делать без власти? Но начнет он стрелять, ему потом посадят, его или убьют, или потом посадят своих жен. Безвыходное положение просто. А вот дело вагнеровцев. Будете как-то комментировать или нет? Потому что я все время, когда говорю об этом, я все время сталкиваюсь с таким странным желанием уклониться от комментариев, с кем бы я ни говорила. Но и вот я смотрю, Беренкет тоже не очень торопится обнародовать свою версию того, что произошло. Я придерживаюсь твердого мнения, что она была сдана, эта операция. То есть была такая операция. Первая большая ошибка была. Это сама форма доклада об этой операции. То есть это операция особой важности с точки зрения, значит, грифа секретности. Это высший гриф секретности в стране. О такой операции докладывается с глазу на глаз главе государства. Там не должно было быть больше никого. Никаких представителей администрации, никаких представителей парламента, никаких секретарств. С глазу на глаз. Если потом президент со счет нужным с кем-то посоветоваться, это его личная ответственность. Но опять-таки это должны были быть люди, которые имеют допуск к этой информации. Ну и потом, потом, потом она была слита, эта информация. И это, я считаю, один из важных, одна из важных проблем национальной безопасности Украины сейчас. Почему? Даже если мы идем за дело Вагнера, потому что, ну вот Украина хочет в НАТО. Или Украина добивается стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Стратегическое партнерство, оно подразумевает доверие. То есть, когда будет такое партнерство, вот собираются военные из Пентагона, и там же они не будут советоваться принимать, разрабатывать операции с ребятами, которые из траншеек, сейчас вот в траншеях в АТО участвуют. Это будут представители так называемой бюрократической элиты Украины. А вот они собираются и принимают какой-то, обсуждают конфиденциальную операцию. То есть, американцы должны быть уверены, что об этих обсуждениях через два часа не станет известно в Кремле. Нужно доверие. А вот эта ситуация посылает очень печальный сигнал, что, ребята, ну как мы будем, что можно доверить, о чем можно разговаривать, какое оружие можно поставить, потому что сегодня ты поставишь, а завтра она окажется или на черном рынке в Сирии, или в России. В общем, печальное событие. Ну хорошо, а Беллингкэт, почему же, они же говорили о том, что они выпустят фильм еще весной и пока что не выпускают. Ну, насчет Белли, я с ними не общался, я не знаю, какие у них там соображения, вопрос деликатный. То есть, ну, допустим, один из вопросов, у меня нет сомнений в том, что американцы в этом участвовали. Я просто посмотрел по те формулировки, с которыми они, скажем так, отбрехивались, и вот этот уже известный фильм CNN, который показала месяц назад, там, да, люди, которые знают об этой операции, они говорят, что да, американцы были в курсе. Ну да. Нет, это говорили украинские представители, да? Я говорю, американцы, американцы, что обычно американцы, у них позиция официальная, они не подтверждают и не отрицают участие в какой-то разведывательной информации, операции. В данном же случае они пошли на нарушение этого принципа, это очень важно. Американцы, они очень бюрократические люди, они следуют всегда правилам, особенно в таких щекотливых ситуациях. То есть, там официальный представитель, вернее, неофициальный представитель где-то подтвердил, что было участие, а официальный сказал, что не было, значит, такого участия. Но знали. То есть, вот это формулировки подсказывают, что реально, участвовали они, поскольку вопрос настолько щекотливый и острый, вынуждены были пойти на нарушение принципа, не подтверждать и не отрицать. Вот такая вот ситуация. Вы сегодня вспомнили уже про Путина, его очень много, мне не хочется повторяться, вы очень много в разных интервью так или иначе говорили о нем, что-то рассказывали. И принято говорить, что он человек средних способностей или ниже среднего. Человек достаточно, вот знаете, классику любили вспоминать на эту тему Гоголя, известной повести и так далее. И говорили о его кличках, которые там были, Моль, еще что-то. Как удалось человеку средних способностей или ниже среднего, огромная страна, огромная, с огромным количеством проблем, которые нужно просто вот держать, как ему удалось 20 лет оставаться у власти, благодаря чему? Человеку без способностей, человеку без принципов, трусоватому, как вы говорите, ну и так далее. Высокие, безбашенно высокие цены на нефть, когда любую грубейшую ошибку можно было завалить деньгами, коррумпировать свой собственный народ, дать ему немножко больше того, что он имел раньше, а раньше он всегда имел очень мало. Вот так. Я думаю, что вот это то, что позволило ему продлиться. Если бы цены на нефть на таком уровне были во второй половине 80-х годов прошлого века, то Советский Союз до сих пор бы существовал. Вся вот это, это действительно глиняные ноги режима. Цены на нефть. Ну вот и все. Вы сейчас смотрите, цены как-то так устаканились, по крайней мере, они такие безумные, и мы видим, что страна идет, она постепенно, центробежные силы набирают обороты, страна уже идет в разнос. Чем дальше, тем сильнее. Мы привыкли же, когда мы говорим о работе государства, спецслужб, еще каких-то там силовых структур, мы привыкли о том, что все, что делается, должно какой-то внутренней логике подчинялся. Вопрос, кому выгодно, зачем и так далее. Но вот вот эта последняя серия отравлений, о которой так много писали, Навальный, Быков, еще там ряд людей, журналисты, она вообще, ну как бы, объяснить ее ничем невозможно. Ну вот ничем совершенно. Но зачем травить Быкова? Да. Известный журналист, поэт, ну, никакой опасности для режима не представляет. Ну и таких вопросов можно много задать. Что вот это за такая галиматья, связанная со спецслужбами? Ну смотрите, российские спецслужбы... Это извините, это вот с одной стороны зачем, а с другой стороны ведь понятно, что как только будет обнаружен сам факт, скажут, да, вот это Путин, это его спецслужбы. Да. Тут много причин. Причина первая. Вот Путин, я рассказывал в своих интервью, вопреки распространяемому им самим и подконтрольными средствами массовой информации России, он никогда, извините, он никогда не работал в разведке, его туда не взяли по причине профессиональной непригодности. Эти ребята работали, все, кто сейчас возглавляет российские спецслужбы так или иначе, в ленинградском управлении КГБ и фактически, как в любом управлении, как в управлении КГБ в Жмаринке или в Урюпинске, они не ловили там шпионов, потому что их там просто не было, этих шпионов. Я вам приведу пример. Вот наша резидентура приобрела агента сотрудника ЦРУ Одриджа Эйнса в 85-м году, который сдал всю агентуру американцев за вербованную за 20 лет. Все они жили в Москве и Подмосковье. Все. Ни одного не было человека вне Москвы и Подмосковья. Но отделы КГБ были по всей стране. То есть шпионов нет. Они тоже не вербовали своих шпионов. Они имитировали работу. У нас это называлось работу-работать. Поэтому, когда их поставили вот сейчас во главе этих всех российских спецслужб, они не знают, что делать. Просто не знают, что делать. Второй вопрос. Значит, у них вот этот их оперативный почерк или то, что на Западе называют модус операндай. То есть да, оперативный почерк, скажем так, профессиональный. Он сформировался не в КГБ, потому что КГБ, как я еще только сказал, они ничего не делали, потому что нечего было делать. Он сформировался в первой половине девятнадцатом веке, в первой половине девяностых годов прошлого века в Петербурге, в бандитском Петербурге, вот во время этих гантерских воин. И вот там они научили, приобрели опыт, когда там две группировки и ФСБ с ними, то с одними, то с другими сотрудничало. Вот откуда у них весь почерк пошел. Убийство, там кровь рекой лилась. Посмотрите, сериал «Бандитский Петербург», там есть много правды в нем, правда, недосказательно. И вот они взяли оттуда вот эти бандитские формы и методы работы. У нас в 70-м, 80-м году нам говорили, значит, ну, при Сталине, да, занимались ликвидацией, убийством, но это делали не очень часто и в случае прямого указания высшего руководства страны. А в 70-е, 80-е нам вообще говорили, ребята, у вас два оружия. Первое это ваши мозги, а второе это авторучка, когда компьютера не было. Авторучка, в которой вы будете плоды вашего мозгового деятельства будет записывать. Все. А эти ребята, научившиеся у бандитов в Петербурге, начали принять эти же методы и теперь, когда они возглавили спецслужбы. Теперь, что они делают? Зачем это все нужно? Ну, допустим, я знаю конкретно, почему Литвиненко травили, глубоко этот кейт знает, потому что я там был прямо внутри этого дела и я помогал антитеррористическому подразделению Скотт-Ладьярда расследовать это дело. Ну, допустим, я могу найти объяснение Быкова. Почему травили Быкова? Я думаю, что вот есть у них банда вот эта, в которой есть доступ к ядам. Эти яды, они постоянно совершенствуют. Потому что, вот допустим, травили Литвиненко. Это травление показало недостатки полония в качестве орудия убийства. Травили Скрипалей. Новичок показал недостатки. Этого новичка улетучивается, когда влага большая и так далее. Надо совершенствовать. Немножко посовершенствовали, но надо же теперь испытать. Вот этим я могу объяснить. Почему, как история с Навальным показалась, почему они там целые несколько лет ездили. посовершенствовать? Зачем испытывать, извините за цинизм на столь известных людях? Это же будет заметно и это попадет в поле зрения общества. Можно, я не знаю, испытывать на людях, которых никто не знает и этим никто не будет заниматься. Разве это не лучше? Дебилы, дебилы. С другой стороны, вы понимаете, как в спецслужбах, одно дело там какой-нибудь взять зэка, который приговорен к смертной казни и на нем это все испытать. Это одно дело. За это ты не получишь орден, звезду героя России, лампасы генеральские. А когда в боевом, в боевых условиях, это наверняка у них называется в боевых условиях, с привлечением больших сил и стресс, это же целая операция. Десятки людей, идиотов, задействованы в этом деле. И вот производится эта операция, то есть испытания в боевых условиях. Вот сейчас и не авиацию испытывают в боевых условиях в серии, а это в боевых условиях отравили. Там же не только надо яд испытать, там надо еще тренировать вот этих убийц, отравителей, а их тоже надо тренировать в боевых условиях. Вот только этим я могу объяснить, но что касается Навального, то тут понятно, Навального надо было убирать с их точки зрения. Ну вот смотрите, можно было посадить, как сейчас сделали, зачем же травить? Ну да, ну да, ну опять-таки, понимаете, посадишь, это один отдел получает благодарность руководства, а отравить, это другое отдел получается, между ними может быть конкуренция, понимаете, я не шучу, это серьезно, это вот такие там взаимоотношения. Хочу вас спросить, смотрели ли вы это интервью с Пугачевым, с банкиром, и сколько, если смотрели, то сколько там правды, сколько нет, потому что, как известно, он проиграл в последнее время международные суды, и он там должен какую-то колоссальную сумму, ну формально, по крайней мере, России, и так далее. И вообще, вот если масштабировать вообще, что Путин делал со своим окружением, потому что я так понимаю, что он часть людей просто защищал с тем, чтобы оставить только тех, в ком он уверен там на 300%. Ну это да, вы правы, но количество людей, когда чем больше возраст, как у Сталина было, чем... Паранойя. С годами, да, это все нарастает. Что касается Пугачева, я пока не смотрел это интервью, поскольку я, как говорится, чукча не читатель, чукча писатель, записывал. Я открыл свой канал, добро пожаловать. Я знаю, я уже смотрела часть материала ваших на канале, очень интересно, да. Спасибо, спасибо. Я уже даже подписалась. О, благодарю, спасибо. Интервью достаточно большое, но я найду время его посмотреть. Не знаю пока, что он там о себе рассказывал, но я знаю, я знаю об этом деле. А вообще по этому кейсу, даже не важно, что там в интервью, как вы считаете, почему о международных судах он проиграл? Может быть, потому что был неправ все-таки? Скорее всего, да, потому что я знаю эти международные суды, я в них участвовал. У меня было примерно около четырех дел о экстрадиции, где я выступал экспертом и доказывал судебным инстанциям в Соединенных Штатах и в Великобритании, что вот этого человека нельзя депортировать на родину, потому что там его ждет то-то, 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 то-то. То есть суды Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки, они действительно независимы от спецслужб своих и от политической власти. Когда возникают вот такие острые дела, это острое дело, так же, как вопрос о экстрадиции Лазаренко в своем деле. У них железное правило, чтобы не подставиться так или иначе, надо жестко действовать в рамках закона. Я имею в виду судье. Вот. Поэтому не доказал, видимо, не доказал, скорее всего. И это плохо, потому что козырей у него должно было бы быть достаточно. Вот, допустим, у меня было... Теперь это дело уже больше не политическое получается, потому что, если до этого он говорил, что это политические преследования, и Путин просто его сделал банкротом, потому что он был его политическим противником, то Международные Суды сказали, нет, извините. А вот вы вспомнили про Лазаренко. Насколько я знаю, он уже как бы отсидел своей, он уже не под домашним арестом, а как он сейчас живет в Америке? Я даже не знаю. Он как-то так тихо, спокойно. Последнее время, ну и когда я последний раз о нем слышал, он еще жил в какой-то там Таунхоме, вот, боролся, там у него деньги какие-то остались, по-моему, то ли на Гренаде, то ли на каком-то странном государстве в Корее, на Калибском море, и вот он там, то есть вся жизнь была потрачена на защиту вот этих миллионов, там их, по-моему. Да, украденый денег. А как вы считаете, Юрий, должно ли государство Соединенных Штатов Америки вернуть Украине деньги, которые он украл и вывез все дни на Штаты? Безусловно. Но, я подчеркиваю, он вывез он копейки, потому что большая часть денег у него было, по-моему, в Гренаде только, или, подождите, в общем, Антигуа, кажется, Антигуа в банке. То есть все-таки не американский банк, хотя американцы могли бы затребовать. Конечно, по справедливости и согласно тем решениям, которые принимали американские суды, они должны были бы это все вернуть. Но я вам скажу, что вот с вопросом с возвращением денег у американцев это дело обстоит очень сложно и трудно. Давно, по традиции, не любят они отдавать эти деньги. но если по закону все это доказать, то они никуда не денутся. То есть этим должен заниматься просто. Вот этим должен заниматься, в том-то и дело, в том-то и дело. У меня такое впечатление, никто этим и не занимался. Вы знаете, у нас же очень часто любят, мы с вами разговоры начали с того, что меняются методики, меняются представления. Иногда я знаю человека, которого такой случай 20 лет назад, когда только появился интернет, даже больше уже, я знаю первых людей, которые одни из первых посадили за то, что они собирали сведения, которые были опасны для их страны в интернете. Они просто умели анализировать вот этот вал информации, который они получали. Вот мне кажется, сейчас как бы нет, учитывая там технические особенности нового времени, учитывая там платформы, которые есть у них в интернете, в агентах в том привычном смысле слова, которое было когда-то, нет никакого проку и смысла. Это с одной стороны. А с другой стороны, настолько легко стало проникать, ну потому что мир же как бы там постоянно это раньше, знаете, поехать, я не знаю, в Сидней полететь, целая была история, это было долго. А сейчас люди так много баражируют с континента на континент, что мне кажется, что на самом деле любой из агентов является двойным, тройным, четверным и спокойно делает бизнес как раз. Или опять же, это я все фантазирую, на самом деле обстоят по другому дела. Вот часто говорят, в украинских спецслужбах много агентов Кремля, ну а действительно ли много? А что они здесь делают? А какие секреты они могут найти в Киеве, которые нельзя найти сидя в Москве? Понимаете? Я вам сейчас объясню, на конкретно примере. Есть у вас такой агент, давнишний, его заграбовали еще в студенческие времена, и носил он псевдоним КГБ Соколовский, агент Соколовский, настоящий фамилия его Медведчук. Я впервые об этом сообщил в интернете на основании пленок, которые в Украине назывались пленками Миличенко, на самом деле это были пленки ФСБ, которые через Миличенко Резель ФСБ реализовал. Но они попали мне в руки, и я сделал то, что они не планировали. Я их всех прослушал, положил это все на бумагу, расшифровал, и опубликовал в интернете. И он по-прежнему, до недавнего времени он большими делами в Украине руководил, хотя о том, что в Агенте КГБ это было общеизвестно, во всяком случае, в политических делах. И крах спецслужб Украины. Имея такого агента, как Медведчук в Киеве, им не нужно иметь резидентуру СВР или ФСБ. Этот человек уникальный поставщик информации. К нему бегут за деньги и докладывают, что происходит на Банковой, что происходит в СБУ и так далее. Он как резидент здесь. Далее, он работает как агент-наводчик. Он смотрит, кого можно коррумпировать, кого можно влечь в бизнес-проект коррупционный под контролем ФСБ, которого потом можно использовать в своих интересах. То есть, это огонь-наводчик, агент-вербовщик. Это проводник активных мероприятий. Вот это вся политическая партия, эти два канала или сколько там каналов, которые он до последнего времени руководил. То есть, в истории это будет, наверное, уникальный и наиболее эффективный агент в иностранном государстве российских спецслужб за все истории их существования. Вот зачем они нужны. То есть, большие дела можно делать. Ну вот. Ну понятно. То есть, то, что вы говорили в самом начале, то, что можно весь анализ, который ты получаешь из интернета, все-таки он не может заменить человека. Но человеческий фактор. Да. Нет, с другой стороны, вы правы. Если убрать, вот это, конечно, уникальный случай, а вообще в разведке 80%, примерно, это вот так у нас по статистике было, 80% из развединформации, 80% это информация из открытых источников. Но нужно 20% именно инсайдеровской, разведывательной информации, которая позволит соединить точки вот в этой известной информации, да, из открытых источников и представить ее, как это есть на самом деле. Ну, например, вот на прошлой неделе американцы сделали блок Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, да, и оживили блок КВАД еще там США, также Австралия, Индия, Япония. Ну, это можно представить, как это, зачем они это сделали, да, чтобы подводные лодки продать Австралию. Как это везде и звучало, но на самом деле это историческое событие, которое свидетельствует о том, что теперь это НАТО, это второе НАТО. Главный враг теперь на десятилетия вперед это Китай. И сейчас все противоборство в основном перемещается, главное направление это Индотехокеанский регион. Совсем другое дело, понимаете, как можно так трактовать, а можно иначе трактовать. Вот тут-то и нужна 20%, которые несут агенты. Я теперь хочу поговорить с вами коротко, вот по, там, по ряду кейсов. Смотрите, Вячеслав Черновой, был убит или нет? Я это знаю, откровенно скажу. Не знаете. Георгий Гангадзе, был ли вовлечен Кучма, или это все-таки был, там, как сейчас говорят, вот как Пескунчин говорит, Святослав Пескунч, что это был эффект исполнителя, это был просто эксцесс, извините, да, исполнитель. Я прослушал... Пескунчин просто, да, эмоционально поступил. Я прослушал, ну, наверное, не менее 600 часов вот этих так называемых пленок. Больше меня их, наверное, никто не слушал, потому что слышимость ужасающая. Ну, на 10 минут уходило на то, чтобы зафиксировать информацию, которую можно изложить в одну минуту. Кучма был взбешен, он давал указания своим правоохранителям, но он давал указания приструнить, скажем так, его. Он не давал указания его убить, там, и так далее. То есть, это был в конечном итоге эксцесс исполнитель. Я так думаю. Кирпая Кравченко, самоубийство или убийство? Опять... поскольку это была практически одна история в одно время. Кравченко меня смущает, вот этот двойной выстрел самоубийства путем двойного выстрела в голову, вот как-то сомнение. Но это единственное, что вызывает у меня сомнения, потому что... Ну, и с другой стороны, да, мотив вроде у него был бы покончить же самоубийством, а был мотив, с другой стороны, и ликвидировать его, потому что он многое знал по убийству Гангадзе. То есть, тут то и другое. Павел Шеремет, вы знаете, что дело практически зашло в тупик. Да. Тоже я конкретно за этим делом не следил. Экспертную оценку дать не могу. Вы читали о покушении на первого советника президента Шефира. Ну, вот, просто оцените, вот как вы считаете? Странное покушение. Странное покушение. То есть, профессионалы, которые посылаются для того, чтобы убить первого помощника, нужно профессионала туда посылать. А профессионал, он не стреляет по машине со стороны водителя. Но если все-таки выстрелил нечаянно, там, автомат дернулся, хотя какой-то, какой тогда исполнитель, он должен был подойти тогда и, так сказать, сделать контрольные выстрелы. вот это вызывает очень большие вопросы и вызывает подозрения на инсценировку. То есть, водитель оказался разменной монетой, скажем так, для этой инсценировки, чтобы придать ей какую-то убедительность. 7 октября будет 15 лет, как убили Анну Политковскую. Ну, вот, дело не раскрыли, насколько я понимаю. Она, кстати, по-моему, уроженка Украины. И, как вы считаете, это был проект спецслужб? Ну, опять-таки, деталей не знаю, но у спецслужб были все основания для того, чтобы ее ликвидировать. Она была в своем роде как Навальный. Когда все это случилось в Белоруссии, и когда Лукашенко бегал с автоматом с Колей вместе там вокруг дворца своего, все абсолютно эксперты говорили мне в интервью и так далее, что он не удержится, что ему конец. А он взял и удержался. За счет каких качеств или обстоятельств там, скажем, политических или еще чего-то, каких-то причин вы считаете, что он по-прежнему сидит достаточно плотно в своем кресле? Ну, я вам скажу так, что, наверное, никто не знает или знает очень мало, что он в это время готовил себе очень интенсивно запасной аэродром. И этот аэродром был не в России. И сейчас он не в России. Он не собирается в Ростов, потому что он понимает, что первое, что с ним там сделают, это отберут как клипку. Все нажитое непосильным трудом будет. Нас уже обрали, Курченко, и в Курченко в них оберутся. Это Эмират. Вот где он готовит свой запасной аэродром. Почему он... Кстати, Юрий, извините, в Эмират истекается вся коррумпированная элита. Куда уехали все эти высокопоставленные афганские генералы? В Эмират? Туда. У них тут были куплены квартиры. У них там все, да? В свое время было, мне показывали в Майами, там вдоль побережья, идет, значит, такое обедю, высокие небоскребы. Я помню, знакомый адвокат, когда я впервые туда приехал в начале 90-х, он мне показал пальцем. Тогда российской эмиграции там практически не было. Он мне показал, говорил, вот здесь живут все бывшие диктаторы из Латинской Америки в этих квартирах. Вот. Так что теперь вот таким местом стали Эмираты. Почему он, так сказать, победил во всяком случае временно? Во-первых, он психопат, а психопаты у них иногда чувство опасности подавлено. Вот это психопатическое у них преобладает. И он пошел на риск, и вот с этим автоматом это все психопат. То есть, человек пошел на риск. Вот я не уверен, что Путин, допустим, пошел бы на такой риск. Но Янукович, мы все видели, что он смотался. Этот оказался, ну, может, кто-то скажет мужественнее, но я скажу нет, более психопатичнее. Вот это, наверное, то качество, которое ему в основном и помогло преодолеть этот кризис и остаться. Как вы вот, вы же человек очень реалистичный в силу вашей профессии. Ведь когда в Украине, когда говорят об украино-американских отношениях, иногда возникает такое чувство, что вот, знаете, помните этот известный мэм Ельцина? Я вот встаю с утра и думаю, что мне сделать еще для Украины? Вот иногда, когда говорят о украино-американских отношениях, такое ощущение, что вот американцы просто встают с утра и думают, что нам сделать еще для Украины? А вот если реалистично оценить этот кейс, да и в силу потом последней встречи с Байденом и так далее, Байден одобрил Северный поток, Байден снял санкции с некоторых компаний, которые участвовали в Северном потоке, Байден проводит политику, в общем-то, что совершенно естественно, там, интересы Америки прежде всего. Насколько для нас реалистично там стать внеблоковым партнером или иметь какие-то другие особые статусы? Я считаю, что эта администрация лучшая из всех администраций, которая была с начала 90-х для Украины. Короля играет свита в значительной степени и вот эти люди, которые сейчас формулируют внешнюю политику, я считаю, это они одни из лучших этой команды для Украины, хотя это команда все-таки неоднородная, тем не менее. Мы можем разбирать буквально по пунктам Северный поток-2. Северный поток-2 Байден снял с него санкции не из-за Путина, а для Германии. Ему надо было из-за Китая восстанавливать полуразрушенное НАТО, полуразрушенное Трампом. И он это сделал для Германии. Но сейчас этот самый новый военный бюджет на следующий год, который уже утвержден обеими палатами Конгресса, мы сейчас должны его полностью принять этот законопроект, со дня на день его примут, никуда он не денется. Прекрасные санкции против ближайшей подручных Путина. Прекрасные санкции. И Северный поток еще тоже получит свои санкции. Так что это не из-за Украины. Это из-за Китая, из-за Германии. Украине просто вот нужно воспользоваться этой возможностью. Для этого нужен реализм. Для этого нужно избавиться от какого-то детства в своих поступках, когда сегодня мы просимся в НАТО, завтра мы разворачиваемся и становимся стратегическими партнерами Китая. Нужно избавиться еще одной вещи. Жаловаться одному союзнику западному на другого союзника. Скажем так, давать интервью немецкой газете, жалуясь на Соединенные Штаты. Немецкая газета это не лучшее место, где надо жаловаться на Соединенные Штаты. Но не принято на Западе это вообще. Одному человеку жаловаться на другого, не говоря уже... То есть ты просто в идиотское положение ставишь Германию, когда жалуешься там на... Или в Британии жалуешься на то, что мы разочарованы в Западе. Ну не надо бы в Британии об этом говорить. Как-то так дипломатично и нужно все это делать. Что, я думаю, могли и нужно сделать Украину при этой администрации? НАТО. НАТО можно еще стучаться 20 лет. Всегда там найдется одна страна, у которой окажется у руководителя хорошее отношение, коррумпированное отношение с Путиным. Она выразит сомнение. Поэтому можно иметь это как стратегическую цель, но Украине нужно решить вопрос безопасности сейчас. И это решается через получение статуса основного партнера вне НАТО. Это дает возможность немедленно разместить на территорию Украины назовем их так учебные центры США военные центры. Все. Ну, скажем так, не стоп. Но Путин же сказал, что как только это произойдет, он будет это расценивать как переход красных линий, пересечения и будет... Он говорил о НАТО. Он говорил о НАТО. А тут договор, стратегическое сотрудничество, главный союзник, размещается учебный центр. Это не красная линия. Это, скажем так, бордовая. И, помимо всего прочего, оружие. Оружие тогда Соединенные Штаты спокойно могут поставлять в Украину, обходя все законодательные процедуры и так далее. Вот что нужно сделать. И все в этом мире можно объяснить логикой. И это доказывает, вот пока я сейчас с вами говорю, у меня новость, там, телеграмм, я увидела строки, что арестован в Грузии, все-таки арестован Саакашвили. И объяснить, зачем он туда поехал, с точки зрения логики, невозможно. Так же, как и невозможно объяснить, зачем Навальный вернулся из Германии в Россию. Но хочу вас спросить, вот поскольку вот у нас уже сейчас финал, я очень надеюсь, что это не последний наш разговор. Если бы я вас спросила, основные три опасности в современном мире, потому что супердержава, понятно, да, Китай, Соединенные Штаты, вот тут, кстати, кто на этом конце треугольника с вашей точки зрения, Европа или Россия, когда мы говорим о супердержавах? Безусловно, Европа. Европа. Вот, да, последняя стратегическая оценка Соединенных Штатов. Главный у них противник до конца этого века это Китай и весь оборонный бюджет в США, который заложен немыслимый, одних только перевооружение ядерных сил на 1,2 триллиона долларов. Это 20 годовых военных бюджетов России. Только на ядерных это самое. Это все против Китая. Россию они считают слабой в военном плане державу, но раньше Путин тряс своими ядерными оголовками, пытаясь использовать их в качестве внешнеполитического оружия. Американцы перестали на это реагировать. Экономика России она просто карликовая по сравнению с Европой. То есть Европа безусловно это третья сила и это союзник США. То есть США они собирают сейчас армату против для противостроения Китая. И НАТО, Европа, Евросоюз. Это уже не треугольник. По сути это получается вот здесь Китай, здесь США. Все в руках вместе. И все. Три основные опасности с вашей точки вооружения, экологии. Вот как бы вы расставили эти приоритеты первые три или четыре места? Ну я бы посчитал, что все-таки экология, изменение климата. Я понимаю, что сейчас многие закричат, что я глобалистом и так далее, но я серьезно считаю... Нет, это серьезно очень, конечно. Сейчас в последнее время происходят из-за изменения климата там и здесь и так далее. Это ситуация глобального масштаба. Военное противостояние американцы не видят в обозримом будущем. Даже с Китаем все это в конце концов закончится мирным соглашением. И Китай уже протягивает руку и предлагает ребята, давайте поговорим. Вот это опасность, главная опасность, которую я вижу. А вот все эти возможные да, там биологические вирусные атаки, потому что есть же часть людей, которые считают, что это рукотворная ситуация с ковидом. Вы считаете, что это не является опасностью все-таки, что это конспирология, это преувеличено? Нет, я так как раз считаю, что это рукотворное. И, кстати, вот все расследование, которое проводится, оно движется от теории о том, что это животного происхождения и случайно заражение произошло все больше и больше движется к тому, что это все-таки рукотворное. Другой вопрос. Уже не пришлось к таким выводам, они же делали большое расследование и выводы какие-то такие очень расплывчатые. Да, расплывчатые, но когда я говорю рукотворное, это я не сразу имею в виду, что создавалось биологическое оружие. Создавалось, видимо, эксперименты проводились с целью выведения нового вируса с тем, чтобы заранее подготовиться к нему и подготовить заранее вакцину. И вот этот дьявол, пока они искали, выводили его, чтобы сделать противоантидокс, в это время этот дьявол и вырвался из лаборатории. У меня такое ощущение. Но это дело непредсказуемое, понимаете? и теперь думает, что может завтра, послезавтра. Я не думаю, что это целенаправленно используется в виде оружия для решения каких-то глобальных внешнеполитических задач. Но это же, смотрите, даже если это был нечаянный эксперимент, и дьявол там вырвался, но очень многие же для себя увидели, что это работает. Как работает, например, коммуникация в таких случаях? Как работает все остальное? Поэтому не будет ли это соблазном? Не будет ли вся эта история с ковидом соблазном для того, чтобы дальше продолжать? Ну, тот же ковид показал, что с такими вещами нельзя шутить, потому что надежда, что это будет использовано против вот этих с такой желтым цветом лица или черным цветом, но не затронет нас, они оказались несостоятельными. То есть это вопрос, это джин, который выливается из бутылки и конец может быть всем. Я не думаю, что это послужит примером, то давайте повторим только теперь против американцев или там против китайцев. спасибо большое, Юрий. Я смиренно надеюсь, что поскольку у нас сегодня вот было чуть больше часа, что там через какое-то время мы опять сможем с вами поговорить. Мы вам же ссылку пришлем. Спасибо огромное. Спасибо. Я желаю успеха вашему каналу и давайте сделаем призыв. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Юрия Швеца. Он действительно очень интересный. Я его видела. Ну и, конечно, на канал Власть Влащенко. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...